Всем добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня видео будет посвящено кормлению дискуссов. Я вам покажу, чем я кормлю наших дискуссов. Расскажу про социальный эксперимент, который проводился у нас с нашими дискуссами в плане кормления. Про трубочник расскажу немножко. Ну что ж, мы приступаем. Во-первых, к кормлению наших дискуссов. Кормление у нас два раза в день. Мы кормим наших рыбок утром и вечером за час до выключения света. А иногда, если очень много времени, то кормим и раз в день. Так, сейчас вот тут даем красноватый фаршик нашим рыбасикам. Красноватого и зеленого можно чуть-чуть дать. Так, вот рыбка кушает. Так, далее у нас внизу туркисы, мозаики, леопарды. На продажу эта рыбка. Алмазы почти закончились. Остались единичные экземпляры. Конечно же, в идеале нарезать ножницами. Ножницами, но когда фарш уже растаявший, то его можно, в принципе, и так давать. Рыбка, в принципе, хорошо кушает наш фарш. Так вот, ближе к делу. Сейчас мы трубочник уже не даем, поскольку нет смысла его больше покупать. Это лишние расходы. С чем это связано? Проводился нами эксперимент, потому что, что ли, не каждый разводчик дискуссов бьет себя в грудь и считает, и говорит, что если кормить трубочником, поскольку это чистый белок, то рыба лучше растет. И, значит, предлагал один из моих коллег мне взять один выводок и кормить его чисто трубочком, что я и сделал. То есть, у нас три закупки трубочника было. Мы кормили несколько выводков трубочником с маленького размера. То есть, когда от родителей забираешь малька, сначала дается живая наупля, чтобы приучить корму, потом дается резанный трубочник, потом уже целый трубочник. И других выводки мы кормили уже, в принципе, в прежнем режиме. То есть, дается живая наупля, потом переводится рыба на более плотный корм. Это рачок замороженный, циклоп. И затем уже рыба привычается постепенно к фаршу. Но иногда нет-нет, там может быть дается сушка. Так вот, результат одинаковый. И, что на чистом трубочнике, что на фарше рыба у нас растет одинаково. Эффекта никакого вообще нету. Разницы в росте тоже никакого нету. Поэтому мы подумали, решили, что не стоит покупать трубочника. Да и летом, когда жара, воды мы пересыхают, его нету. Зимой все замерзает, его нету. Да и, в принципе, если рыба будет есть чистый трубач, новому хозяину проще сделать фарш, чем покупать трубочник, промывать, его обрабатывать как-то. Поэтому вот фарш есть и бог с ним. К тому же трубочник мало того, что лишние траты, еще и подняли цены опять очередной раз на электроэнергию и на воду. Поэтому хоть какая-то экономия, но, в принципе, для рыбы в росте это никакой разницы не влияет. Поэтому кормим по старой схеме, то есть поднимаем малька, живая науплия, циклоп и фарш собственного изготовления. Мы продолжаем кормить наших рыбасиков. Вообще, в идеале, конечно же, нарезать ножницами это, чтобы равномерно доставался корм. Также, наверное, многие будут задавать вопросы, а чем лучше кормить дискуссов? Я на это уже давал ответ в одном из своих видео. Каждый хозяин решает сам, чем кормить ему рыбу. Но предварительно получает консультацию от того, у кого изначально покупают рыбу. Какими лучше кормить кормами? При использовании каких кормов могут быть небольшие риски? В общем, каждый выбирает свой корм. Я выбираю сушку тетрадискус, фарш собственного изготовления. Ну а мы кормим наших дискуссов. И рыбка хорошо кушает. Значит, вот у меня есть баночка есть, да? Тут лампа плохо настроена. Поэтому на днях хочу съездить в Леруа, в Мерлен, и купить, и соединить прожектор. Как у нас сделано на многих аквариумах, чтобы рыба эффектнее смотрелась. А то в обычном свете, с обычного светильника, рыба смотрится не очень эффектно. Эффектно затенение слишком большое у нас идет на аквариум. Это нужно только в том случае, если пара отдыхает, либо с мальками сидит. Вот так вот как-то. Кушает пиджин. Подростки такие. Вот такие красивые пиджины. И тут тоже прожектор как-то плохо настроен. Рыба то ярко смотрится, то тускло. Это может сама камера уже так виновата. Так рыбка яркая, в принципе. Классический золотой пиджин, золотая радуга. Нет-нет, попадается чекерборд. Она же красная карта. Ближе к мухомору будет. Вот такие рыбехи. Еще мне нравится, когда кормишь рыбу, она лучше смотрится, она распушается. Видно сразу форму, цвет. Вот, кстати, красная карта. Вот там чекербордик ходит. Вот он. Вот чекерборд. Вот это наши чекерборды. Это настоящий чекерборд. Красная карта, мухомор. Ну, я, в общем, этот окрас называю тремя цветами. Но продаем мы вот такого качества рыбку. Здесь, скорее, больше золотых пиджинов. Иногда вот такие экземплярчики встречаются. Также здесь есть несколько экземпляров змеиной кожи. Вот, от Мальбора. Вот это по центру в кадре особь змея. Это чекерборд. Так. Вот змея. Сейчас попробую сюда ее подманить. Слева. Вот там змея. Это чекербордик. Вот тоже змейка пришла. Также вот этих красненьких редуайтов, валентинов тоже фаршик им дал. В этой самой высокой банке, большой, тут, к сожалению, надо будет дискуссов либо раздавать бесплатно, большую часть, либо утилизировать. Это крупный выводок от пары Мальбора, который уже в возрасте получился. Здесь неплохие ковера получились. Отдельные Мальбора. Остальные, к сожалению, не очень. С чем это связано? Либо с возрастом, то есть возраст пары. Чем старше она становится, тем слабее потомство. Ну и, соответственно, хуже растет. Либо это связано с кислородным голоданием. Дело в том, что эта стойка, она у нас слабо. Аэрировались аквариумы. В общем, вот мы на днях починили. Сейчас я вам покажу. Вот хайлея, который по пожаре пострадал. Вот смонтировали систему воздушную. Теперь отличная аэрация есть вот у этих подростков, у крупняка одного, у крупняка второго, и вот у подростков, где стал самым вероход. Даже можно, в принципе, аэрацию и на соседние банки проводить. Тут у меня пара тигров. Точнее, молоденький самец с возрастной самочкой сидит. Не дерутся, но и самка, в принципе, плодовитая. Так, здесь рыба постарше сидит, но почему-то не нересится. Я не знаю, с чем это связано. Тут уже кабаны такие по два года им. И вот наши тоже, особи нашего разведения тут бирюзовые туркисы, разные с хекельной полосой. Вот, жрут, сидят просто, не нерестятся, хотя баночка такая длинная, просторная. Не знаю, что им еще надо. Вот этим дадим. Кстати, смотрите, как вырос наш самец веб-маджестик, он же кобра. Был, ну, такого размера. Вот, прошло время, прям такой кабан. Наверное, серебряный перезер какого-либо события или чемпионата. такая рыбка. Довольно-таки эффектная. Да и, в принципе, туркис тут тоже неплохой. Хай-боди вымахал такой кабасик. Дал корма еще одной партии подростков. Вот такие тут особи. Золотые пиджины. Кстати, подобие мухомора. Вот, плавает. На основе золотые пиджины. подросткам дадим тоже тут леопарды. Леопард мозаик. Немножко алмазиков. Кто-то здесь уже подрастает уже отправочка была. Отсюда пару особей я брал. Вот такие леопардики красивые. Это ближе к бирюзовому туркису будет. Там леопард мозаик. Кстати, неплохо. Вот алмазики молоденькие подрастают. Тут у нас рыба с четырех выводков. Там я бирюзовых туркисов нерестил, леопардов. Вот кстати леопард мозаик. Не забываем про маточник крупнячков. Кстати, начала кушать маленькая самочка. Вот эта дальняя. После серии нерестов почему-то прихворала. Ну вроде бы вылечил ее. Вот была у нас жира в крае 42 градуса. Рыба многое стояло в аквариумах просто плохо-плохо ела. Эта тоже самочка сняла тоже плохо было. Ну вот опять кушать начала. Вообще есть чем работать. Вот этот рабочий самец по центру. В общем вот с этой самочкой хочу отнерестить либо с каким-нибудь тигром. Нате вам еще. Эль кстати тоже вырос леопард. Сейчас рыбу синюю очень редко не рищу. Ну потому что сейчас перерыв у рыбасиков в нересте. Чисто откармливаю. Из этого аквариума планируются отдельные особи так же выставляться на продажу. Ну что-то вроде вот этого пирюзового туркиса. Вот такого леопарда. Вот такого леопарда. Освободится банка. Уже будем объединять получается рыбок. Хочу объединить от алмаза леопарда пару пометов. Вот этих молоденьких где у нас получаются алмазы, кобальты, леопардики. Вот они. И вот этот выводок. Вот так вот тут чекерборды молодые у меня сидят. даже как змеи. либо змея, либо желтый чекерборд. Вот даже какой-то мухомор или красная карта. Маленькие тигрята вроде как покушали, старались много не давать, чтобы их не перекармливать. поскольку многие их ждут. Здесь у нас лимончики сидят. В общем, со 100% у нас осталось 50%. Отбраковка составила порядка 30-40%. Потом из-за мутной воды пришлось еще сортировать около 10%. И вот что осталось. Не знаю, каким фаршем кормить. Можно кормить с добавлением карафила, чтобы у нас были не лимончики, а апельсинчики. Можно кормить зеленым. Надо было кормить зеленым фаршем со спирулиной, чтобы у нас все-таки были лимончики. При жалерне, я думаю, можно потом, если у нас будет повторный нерест, лимончиков, либо с этого выводка половину отсаживать в какую-нибудь свободную банку. В общем, можно сделать желтую рыбу, можно сделать апельсинчиков, такую, желто-оранжевую рыбу. Вот. Потихоньку кушают, но в таком размере должно быть разнообразие корма, поэтому мы помимо фарша еще будем давать замороженного циклопа, точнее, уже растаявшего, но в принципе рыбка хорошо наедается, наедается в возрасте от трех-четырех недель, вот в этом размере мы забираем малька от родителей и вот в этом размере, в этом возрасте до примерно двух месяцев в принципе циклопа эта рыбка видит и кушает. Значит, выводок тигров мы, пожалуй, не будем кормить тяжелыми кормами, покормим легким циклопиком, вот такие малючки потихоньку растут, здесь другие подростки сейчас вот кушают фарш, вот кстати чекербордики, турки с коричневой чуть-чуть еще осталось ну а здесь уже мальбора кушают кто-то уже накушался переваривает ну и в заключении видео кушает остальная рыба как синяя так и красная мальбора мальбора кушает на мальбора кушает по ста